По потертостям на пыльном капоте Ауди видно, как через него перекатился пешеход. Однако кареты скорой помощи на месте происшествия нет, а сам потерпевший уверенно стоит на ногах. От услуг медиков мужчина решительно отказался. Нормально? Не ушиблись ничего? Нет, ушиб есть, на камень носка есть. Но медпомощь не понадобится вам, скорее всего, да? Нет, не надо. Однако инспекторы оформляют случившееся как самое настоящее ДТП, поэтому и мы решили продолжить работу на месте событий. Вот что рассказал о случившемся сам потерпевший. Я на зеленый пошел и уже вот оставалось метра четыре, наверное. Сигнал сменился, получается, да? Да, а этот, который крайний стоял, тот остановился и дал возможность не завершить движение. А этот из-за него выскочил и ударил. Не увидел вас, получается, да? Ну, я его не увидел, и он меня не увидел. С точки зрения полицейских, в аварии всегда есть как минимум один виновник. И в данном случае, хотя оба участника и начинали движение на зеленый сигнал, большую осмотрительность, считают инспекторы, должен был проявить автомобилист. В 20 часов 30 минут водитель Ауди двигался по улице Комсомольска со стороны улицы Мокро, в сторону улицы Второй Посадки. И в районе дома 79 по улице Комсомольска, при загорании, разрешая сигналы светофора, не дал возможности совершить пешеходопереход в проезжей части дороги. В результате чего произошел наезд. И полицейских, и водителя потерпевший заверил, что никаких претензий к автомобилисту не имеет. Прямо на месте происшествия участники ДДП пришли к полному и окончательному примирению. Случаев, когда подобные инциденты заканчиваются ни больницей, ни судом, а дружескими рукопожатиями, инспекторы помнят не так уж и много. Это еще один повод, говорят они, для пешеходов и водителей беречь друг друга. Иван Суверин, телеканал Первый областной.